МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Состоялась встреча между национальными сборными командами США и Канады по Старкрафту. Новые видеокарты на базе новых графических процессоров. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим игру в Counter-Strike Source со штурмовой винтовкой Colt M4A1. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете свидетелями очередного матча, прошедшего в рамках третьего тура самого популярного чемпионата России. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Предположения игрового комьюнити насчет перехода экс-короля Грабби в Мид Ио Мейкерс оказались правдой. Сегодня руководство МИМ предложило хорошие условия голландцу, от которых он, соответственно, не смог отказаться. Благодаря упрочнению состава игра МИМов станет еще стабильнее, а матчи с участием этой команды еще зрелищнее и приятнее. Не успела пройти и недели после громкого заявления о запрете Counter-Strike и EverQuest в Бразилии, как руководитель Федерального агентства по защите прав потребителей Прокон Антонио Карлос де Лима сообщил, что в стране запрещены не сами игры, а лишь их распространение. Агентство уже начало проверку на наличие игр в бразильских магазинах. Но сотрудникам агентства не удалось найти ни одной копии, так как эти игры в основном покупают через интернет. Команды 4Kings VK3 больше не существует. Черная полоса преследовала королейского момента, как активной тренировки в Warcraft 3 TFT прекратил один из лучших игроков подразделения норвежец Криолопус. Команда так и не смогла выйти в финалы 12 сезона VK3L. Было созвано специальное собрание менеджеров проекта, где было решено прикрыть подразделение. Стоялась встреча между национальными сборными командами США и Канады по StarCraft Brood World. До этого поединка канадцы дважды побеждали своих соседей в рамках World Cup 2. Начало матча вело к третий подряд победе сборной Канады. Однако после того, как счет стал 3-1, два последних игрока разгромили всю канадскую дружину и сделали счет 6-3 в пользу США. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source с штурмовой винтовкой Colt M4A1. M4A1. Colt 4-3. Называйте как угодно. Является, вероятно, лучшим оружием в игре как для профи, так и для новичка. При введении в бои на длинных дистанциях АК-47 это оружие приравнивает возможность сохранения точности попаданий даже при стрельбе по 3-4 пули. На средней дистанции кучность попаданий из Кольта пожалуй ставит это оружие даже выше пресловутого АК. Лишь очень опытный ценитель АК-47 сможет противостоять кольку на средней дистанции. 30 патронов. Минимальный разброс пробивает практически все стены и ящики. Тут с этим справляются даже новички, так как не нужно делать поправку на уведенный от дачи ствол, как у АК. Меткость и тишина Кольта легко делают его предпочтительнее АК. Единственный реальный недостаток этого оружия относительно высокая стоимость. Мы виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Вольно. Разойдись. Смотрите далее. Оригинальный беспроводной комплект, в который входит клавиатура на солнечных батареях и беспроводная мышка. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете сведелями очередного матча, прошедшего в рамках третьего тура самого популярного чемпионата России. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Манипулятор представляет собой смесь мышки и джойстика. На нем, помимо традиционных двух кнопок и нажимающегося колесика, установлено еще и три джойстика. Еще одна отличительная особенность – интегрированный подпор для запястья, благодаря которому ваше запястье всегда должно находиться в комфортном положении, независимо от того, на каком коврике вы используете мышь. Мягкая игрушка, у которой на кончике носа установлена веб-камера. Технические характеристики стандартные. 320 на 240 видео, 640 на 480 при фотосъемке. Отличная игрушка, придется по вкусу и взрослым, и детям. В самотохе офиса она будет напоминать о чем-то теплым, домашним. Представляем вашему вниманию видеокарты на базе графических адаптеров серии Radeon HD 3400 и Radeon HD 3600. Стоит отметить совместимость с DirectX 10. Использование шины PCI-Express 2.0 и фирменных технологий ATi Avivo HD и ATi Cross Firex позволило достичь высочайшей производительности. Объем памяти и видеокарты от 256 до 512 мегабайт. Компания Genius представила оригинальный беспроводной комплект SlimStar, в который входит клавиатура на солнечных батареях и беспроводная мышка. Главной особенностью этих манипуляторов, как вы догадались, является наличие солнечной панели, которая впитывает солнечную энергию и заряжает встроенные аккумуляторы. Кроме этого, данная клавиатура также оборудована 17-ю клавишами быстрого доступа к популярным программам. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня вы станете свидетелями очередного матча, прошедшего в рамках третьего тура самого популярного чемпионата России. На тропу войны вступили два московских клуба «Форже» и «Эмпайр». В первом матче сезона «Форже» были в одном шаге от победы, но уступили в потрясающем бою на «Детрейн». Тот матч завершился ничьей. В этой встрече от «Форже» был заявлен следующий состав киберспортсменов. Никита СМБ Бокарев, капитан команды. Борис Снуп-Подвальщик. Алексей Нелли Новиков. Иван Финн Качугов. Андрей Хома Мироненко. В «Эмпайр» дела обстояли лучше, хотя их первый соперник был более титулованным. Сегодня «Эмпайр» имеют хорошую возможность выбить с первой точки турнирной таблицы дивизиона «А» команду «Форже» и занятие. Молодую команду представляли Сергей «Гоу-гоу-гоу» Петров, капитан команды. Алексей Ибикве Поливанов. Дмитрий Санет Сонин. Александр Кавабунда Вощинкин. Станислав Экзе Лукашев. Первой картой встречи стала «Детрейн». «Эмпайр» начинает за спецназ, а «Форже» атакующая страна. Первый раунд начинается довольно резко. Террористы атакуют дальний плент. Бокарев и подвальщиков отчаянно бегут через зигзаг и сразу же Бокарев кладет Лукашов. В это время Мироненко устанавливает бомбу и таким образом «Форже» нужно защитить бомбу. И это у них удается. 1-0. Второй раунд складывается по похожему сценарию. «Форже» не удается заминировать вагон, но это не воспрепятствовало им одержать победу в этом раунде над имперцами. Шестой раунд у обеих команд выделяются солисты. Все терроры, кроме Кочугова, бегут к дальнему коридору, как всегда, к «Б». В дальнем коридоре на лестнице ребята из «Эмпайр» разбираются четырьмя противниками. И все бы ничего, но тут появляется Кочугов и подкашивает трех имперцев. А Петров, оказавшись позади него, приносит команде второе победное очко. Счет становится 4-2. Десятый раунд начинается со счета 3-6 в пользу «Форже». Террористы действуют немного по другому сценарию. Они прекратили штурмовать дальний плент и, чтобы застать противника врасплох, ринулись к узкой улице. В это самое время Лукашев, Сонин и Петров через зигзаг движутся в центр. Вощинкин уже на «Б» и поджидает терроров смельчаков. Лукашев, поджидавший у лестницы, кладет своего клиента. Петров посылает кусок свинца кэт Мироненко, а подвальщиков и Бокарев прорываются «А», убив Поливанова и промокнувшегося Сонина. После стычки с Петровым у терроров остается Бокарев, а у спецназа Вощинкин и Лукашев, которые берутся за разминирование. У Бокарева не удается помешать Вощинкину закончить свое дело. Еще одно очко в пользу «Эмпайр». Похоже, что «Эмпайр» подвязали пояс и у них стало все получаться. Третий раунд после смены сторон. В терроровском переулке Поливанов уносит Бокарева, а Новиков, кинув флэш, дает Поливанову и заодно Сонину по головам. Петров же дает сдачу Новикову за друзей. Вощинкин прикончил Качугова в длинном коридоре терроров. Остаются два «Эмпайрца» против Подвальщикова, которого чуть позже Петров награждает пулей в зубы. Раунд за «Эмпайр». «Эмпайр» взяли еще три раунда у «Форжа» и ушли в отрыв четырьмя очками преимущества. Одиннадцатый раунд решает, кому достанется шестой очко. В дальнем коридоре Качугов кладет Фонина и погибает от слона Вощинкина. Атака обеих сторон замерла на мгновение, все поджидают друг друга на своих позициях. У подвальщикова сдают нервы и как только он отходит от лестницы, его со спины кладет спустившись оттуда Вощинкин. Чуть позже и Поливанова недосчитывается команда террористов. Оставшиеся имперцы немного побегов по карте попадают в прицел противника. 6-5 в пользу спецназа. Итог встречи 2-0. Три очка в копилку в Порже и они по-прежнему на первой строчке дивизиона А. Поздравляем команду победителя. А проигравшие желаем удачи, она им еще пригодится. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов, новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин